Выходишь из дома, попадаешь на дорогу. Так лоб в лоб с постоянным потоком машин живут на Мусино. У них почти нет двора. В конце прошлого года мы заказали план межевания специально, чтобы узнать территорию нашего дома. И оказалось, что дорогу общего пользования, по которой ездят машины к соседним домам, подъезжают, это оказывается наша территория. На схеме видно, что де-юре это их двор, только де-факто треть отняла дорога и еще часть трансформаторные подстанции. А вот на этом участке большую часть отрезала стройка. С 2004 года этот недострой, вот в таком состоянии, в таком вы его сейчас видите, то, что там ничего не строится. Абсолютно не ведутся никакие работы, там полная антисанитария, потому что ни уборки там никакой, ничего нет. Но сегодня эта стройка на деле лишь фундамент и цокольный этаж для жителей уже как бельмо на глазу. Площадку здесь вряд ли построишь, да и парковку точно не разобьешь. Приходится довольствоваться малым парковкой на 10 мест, которая заполнена почти всегда. Каждый вечер после работы, приезжая домой, мы вот так мучаемся, ставя свои машины, закрываем друг друга. В 2012 жильцы достучались до мэрии, ожидая, что если их обделили с двором, то не забудут о благоустройстве. Хотя бы о полноценной детской площадке. Тогда ее построили, нашли место между трансформаторными будками. Нам ответили, детская площадка должна быть в 100 метрах от дороги, а у вас дорога. А здесь вот у нас дорога проходит, трансформаторная будка, там детям можно играть. Выход решили жители один – перекрывать двор шлагбаумами. Это можно, отвечают власти, но понимая, где и как. Ограждение на земельных участках многоквартирных домов в виде шлагбаума на проездах, проходах допускается только для несквозных проездов к обособленным парковочным площадкам. Поэтому оградить можно только парковку, но перекрывать то, к чему и так не заехать, на Мусино не готовы. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.